Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Снаружи, если смотреть на наш храм, обыкновенный дом, ни купола, ничего нет. Сегодня золотят храмы. О золощенных куполах спятые предсказывали. Когда будет, это все. В храмы ходить нельзя будет. Это Лаврентий Черниговский об этом говорит, Кухши, другие. Это русские все. Очень близко к этому. Что в храме было, ходил, знать не знал. Но изнутри мы можем сказать на сегодняшний день. Может, я просто восхищен этим, имею отношение. Более украшенного храма нет. Притом, это шесть помещений. Начинай к храму, когда подходишь, сразу две надписи из Евангелия. Идите пропадать Евангелие. Второе, Деяние апостола. Распятие по сторонам, две выдержки. Рассеившись и ходили в благовестие. Благовествовали. О чем? Не молчите. Говорят, молчание золото. Где? Это все же надо разбирать. Где? Я специально занимался эти дни, Словом Божьим, по этой области. Здесь сколько у нас есть выписок из Священного Писания. Сегодня я взял Псалом 118, 105 стих. Он гласит так. Слово твое. Светильник ноге моей и свет стези моей. Вот читает по покойникам. Кто-то, думаете, задумывается? Могу сказать определенно. За 2000 лет никто не думал об этом. Зачем? Деньги заплатили. Сорочины я должен считать, считать. Но, кажется, одно и то же говорит. Свет стези моей. Светильник ноге моей и свет стези моей. А здесь заложено то, что рядом и вдали. Слово Божие. Прямо говорит, светильник ноге моей. Нам главное, где отступить? Вот представьте, ты на стройке работаешь. Я знаю, как электричеством пользуются. Глубокий фундамент закладывает огромный-огромный труд туда. Копает глубоко. Потом бетон. Сначала арматуру варят, а потом зимой специально завивают штыри туда. Электричество подводит, и оно обогревает бетон, чтобы он не застыл. И вдруг выключили. А там эти штыри торчат. Ты никуда не сдвинешься. И не вылезешь оттуда. Прямо говорит, что светильник ноге моей. Хоть немножко, хоть с телефона. Ну, куда следующую ногу-то поставить-то? Ты что-то запнулся, упал от торчат. Ты сразу себя не то что поранишь, а убьешь. И Слово Божие говорит. И свет стези моей. Стезя – это дорожка, путь вдаль. Когда я стою рядом, мне не надо освещать. И у машины даже, и то есть ближний свет, и дальний свет. И Слово Божие. Давид говорит, 3000 лет назад. Откуда он знал это? Да нет, не знал. Ему не до этого было. Его рука водила. Писание, он относится к Псалфею, к Писанию, к Библии. Посреди Библии, по объему, самая большая книга, среди 77 книг Библии. Он писал это где-то в Изнании. Не тогда, когда был дома, разнежился. А когда в пещере сидел, может быть, при лунном свете, это написал. А мы теперь начинаем смотреть, сколько там заложено. Писались святые Божьи человеки, будучи ближним и Духом Святым. Я не знал, сколько выписок сделает. Посмотрел сейчас, 9. И понимаю, что трижды Святой Троица как бы в честь ее это Слово. Начинается. И сказал Бог, да будет свет. Сказал. Это Слово как раз. А что сказал, дальше выражается. Сказал, это слова автора. А прямая речь, и косвенная речь называется. И Библия заканчивает, и всякий слышащий да скажет. Ей гряди Господи. То есть мы ждем его. Не Антихриста. Все разговоры идет об Антихристе, о Чипе, об ИНН. Конечно, 3,5 года перед этим будет. Это и надо знать. Но мы-то ждем не пришествия Антихриста. Надо говорить о пришествии Господа. И иметь страх Божий. А вы рабы. Сегодня родноверы, язычники возрождаются и говорят. Вы рабы, а мы свободные. Я ему говорю, от чего свободные? Апостол Павел говорит, свободны от праведности. Жрецы греха, пророки тьмы, и человек, как от чумы, от вас проклятием отпрянет. Имена их презирают, своих детей научат мать. Писал один поэт больше века назад. Мы знаем живого Бога. А как вы уверены? У каждой религии свой Бог. Я им показываю, в интернете разговариваю. Показываю четки. Понимаете, что такое? Я молюсь. Живому Богу. От живого человека. Живая молитва. Я прошу и получаю, исходя из-за стола даже. А как так? Сегодня связь такая. Только сейчас дали мне заказ. И тут же сразу выполняются. Вот молодой человек женился. Все по любви. Ну дальше-то ты не знаешь. Ты даже это... Ну я просил Бога. Правильно. Правильно. Ну, как один... Знаю, там девушка живет и тут. Ну, к одной больше расположен. Куда конь поведет? А конь-то повел не туда. Маленько поддернуто, чтобы подвернул туда. Так и здесь. Мы что-то свое. И вдруг. Долго ждали ребеночка. Сегодня мне ночью поступил ребеночек. Все. Жена забеременела. А радости-то сколько? Они живут вместе, а детей нет. Но роды настолько трудные. Жена едва живая. И ребенка молока нет. Видимо, излишек крови. И все это отняло. Что дальше? Из какой-то дали мне звонят. Ночью я сижу два часа. Ну, компьютеры звонят. Опять помолиться. Все, бросай опять на молитву. Но я сначала написал ему. Я буду просить-то ни ребеночка выждать, накормить. Ни матери его. Ни вам. Я буду только на одном настаивать. Господи, да будет воля твоя святая. Вы знаете, как Урилеева мать просила ребенка. И четыре, кажется, ребенка умерла. Потом добилась. Ребенок все-таки был. Но внезапно четыре года заболел. И она перед иконой стала молить Бога. Оставь его в живых, Господи. Я заждалась. Живут дворяне, все есть. И в это время, как бы в запытии. А ребенок задыхается. Как Люж, тогда неизвещимы болезни были. И ангел показывает. Ты просишь сама незнающего женщины. Я тебе покажу, что ждет его. Сейчас свеча его говорит. Я повею крылом, а она погаснет. И ребенок будет взят Господом. А как она, да будет воля моя. Эти страшные слова она произнесла. И ангел повел ее. И вот он, ребенок спит. А на самом деле видит он здоровый, нормальное дыхание. Дальше он 4-5 лет в школе ученство. Наконец видит студента, он где. И ангел говорит, последняя комната. Я открою ее. Если ты увидишь, все избудется. Уже назад хочу увидеть. Она открыла. Открылась комната, она видит. Сын в петле висит. Рулей. Среди пяти декабристов повешенные. Я говорю, вот что может быть. Житье за 5 октября святого Фомы Апостола. Пригласили на свадьбу. В Индии. Они не знали кто. Но почему-то определили, что на элипте всех подряд взбали. Тоже не написано. И он выбрал, улучшил момент такой. И жениха с небесы отвел в сторонку и стал говорить. Дети у вас будут страшно злые и больные. Вы хотите этого? Нет, не хотим. А разойдитесь, пока не поздно. Пусть эта свадьба закончится. И не живите друг друга не касайтесь. Вот ведь как. Я начинаю молиться. Да будет воля твоя. Я говорю, ты согласен на то, что умрет сегодня у тебя ночью жена и ребенок. И ты свободный, пойдешь за Господом. А разве может быть такое? Может быть. Канонизированный, митрополит, просветитель севера, Иннокентий, Вениаминов. Он точно так же не знал, как и вдруг умирает жена. Господь все очистил. Я свободный священник. И будет митрополит московский. Весь север тысячи километров на нахтах, на собаках везли его. Это ему принадлежит, которые сегодня русские имена даже имеют. Итак, Слово Божие светильник ноге моей. И поэтому, чтобы оно было известно, надо говорить. Не молчать. Молчание, золото там, где ругаются или что-то, недовольные. Особенно это нужно женщине. 90 с лишним процентов разводов виновата женщина. Она не знала, как ее все жалеют. Когда так пьет, опять напился, пришел. Все жалеют. И один только сказал ей человек, ты себя напрасно, Анна, жалеешь. Ты помолись Богу, чтобы увидела, что муж от тебя страдает, а не ты от него как есть. А как я страдаю? Ты ему противоречишь. Ну как не противоречит? Ты придет, приносят на руках его. Перемени себя. Один месяц. Поживи эту увену. Через один месяц она пришла, когда в церковь, все опять начали жалеть. Она говорит, не жалеете. Мне подсказали, меня надо жалеть. В том смысле, что я виновата. Муж-то исправился. Я ни одного слова не стал говорить. Я не могу называть романы, где там, это судьба человека и проще. Знал я такие, говорит, называет. А это, говорит, моя Ирина и слова не скажет. Да я теперь в рот боюсь взять, чтобы не обидеть ее. И так здесь Господь нам сказал. Главное для нас слово Божие, и мы должны нести его людям, не молчать. И вот я посмотрел математические выкладки, какие получаются. Слово молчание во всех смыслах. Умолк, сказал. И это по-хорошему, мол, 57 раз. Больше нету. С неканоническими книгами полная Библия, 77 книг. А вот теперь, когда Господь повелевает говорить, и человек говорит, вот одно слово. Слово в Библии получается 1708 раз. Одна тысяча раз. Так это не все. Слово говорит 3595. И так далее. Вместе со всеми этими словами 10351 раз говорится, что не молчи. 10 тысяч раз. А потом, когда нас Господь привлечет за слова, а из этих 10 тысяч раз, сколько слов, которые были направлены как семя божественной любви в сердца людей. Кто обратился? Кто пришел? Я плохо слышу, плохо вижу. Но это не мешает нам. Мы с братом в тандеме пойдем. Я попрошу его прочитать. Исайя, 51-16. Исайя. Слушайте внимательно. 9 мест Писания прослушаем. 51-16. Погромче, чтобы я услышал. И я вложу слова мои в уста твои. И тенью руки моей покрою тебя. Чтобы устроить небеса и утвердить землю. И сказать Сиону. Ты мой народ. Да. Скажет Господь так. Сейчас вышла книга. Один исповедник. Румын. Не православный. Я до конца не понял. То ли литеральный или кто. А сейчас в Урнбрандт. Внезапно арестовали. Сидят. Большой, огромный зал. Выступают коммунисты. Ну и теперь новая политика. После войны-то. Захватили некоторые страны Европы-то. И сидят. Молчат. Он говорит. Служители все молчат. Он говорит. Что же молчат-то все. Коммунисты на трибуне-то совершенно не то говорит-то. Ну и попросил слова. И стал громить их там. Его сразу же арестовали. И все. И вот теперь одно. Он один. И теперь уже поставили. Показали как это. Он молится. Охранник заходит. Тебе сказали не молиться. И начал его бить. Пинать. Чтобы не молился здесь. Пока ходил руки вымыл от крови. Заглянул ему опять в глазок. Он молится. Он опять его начал метелить. И наконец третий, четвертый раз. И он говорит. Да я же молюсь. Ты еще хоть молишься-то скажи. Да тебе молюсь я все время. Ты же не таким был ребенком. И вот так тронул. Он обратился и покаялся. Значит он убивает. Убивает самого себя. Я за тебя молюсь. И все это время-то. У меня дома же нормально. Ребенок нормально. А тебя дьявол-то как обуял. Ты сказать не можешь ничего. Только бьешь меня. За что сам не знаешь. Это маленькие примеры. Из жизни примеры. И здесь говорит Господь. Дает слово. И он берет ее. Влагает в уста. Я хотел молчать. Еремея говорит. Но внутри меня был как разлитый. Огонь в костях моих. В костях огонь. Да там же не огонь. Ты понимаешь о чем говорится. Может быть у тебя уже все заквасилось. Никому не говоришь. Да у меня работа такая. Тут никак нельзя выгонять. Бороду тоже нельзя отпускать. Выгонять. Давно может пора этому исполниться. За что ты променял. За какую-то зарплату. Ты вдумайся в это. Сегодня умрешь. Это тебе потребуется. Слово Божие предупреждает нас. Определенная щетка. И вот эта неделя о блудном сыне. Где он был. Где гулял. Припомнилось ему. Тем горше. У нас больной был один слепой. Здесь знаете. Сергей. 17 лет парализованный. И он говорит. Если бы я не видел этот мир. А он. Все. Везде учится на пятерке. Такой видный. Два метра. Ростом. Там. Такое уважение. Везде зовут. Я знаю. Вдруг всего лишится. Который лишь парализованный. Или больной. Или слепой. Который ничего это не видел. Ему легче перенести. Он не знает. Что что-то лучшее есть. А я-то все это испытал. Это действительно так. Нам отступить от Бога. Это горе-то какое. Когда мы столько слышали. Выходя. Здесь по храму. Все-таки. Поднимайте глаза. Сколько тут надписей. И кто это сделал. За эту сестру надежду. Помолитесь. Как красочно она писала. И все прославляли Бога. Ее персты. А наши слова. Господь говорит. Я вложил. Береги. Что под языком. Когда говорится. Неверующих под языком. Я пагуба. А уст. Говорят. Это избытка сердца. Иоанн Златовус говорит. Язык это лопата. Который выбрасывает. То что уже не помещается. Поэтому ругать. Скверно. Ты заговорил только. И вот я узнал. Кто ты. Я рассказываю о том. Чтобы Слово Божие. Было светильником ноги моей. На каждое событие в нашей жизни. На вопрос. На просьбу. Мы сразу знали. Не только здесь. В стопе моей. Но и вдаль. Стизю видели. А что из этого будет. Я говорю. Как меня занят. В Германии. И один внучек. Вдруг. Болеть. Сердце. Почему сюда звоните. Из Германии. Из сюда. Мы слышали тут. Что вам Бог отвечает сразу. Я говорю. Я сразу помолюсь сейчас. И прямо на операционном столе. Ребенок умрет. Вы согласны с этим? Замолкла. Я говорю. Я варианты вам беру. Я не знаю. Я просто говорю. А такое не раз было. Наша одна из сестер. Муж мой тут меня преследует. То другое. Да помолились. Я помолился. Она тут же сообщает. Помер. Да я что вам. Киллер какой что ли. Это Бог решает. Как и он. Митрополит Киевский был. Что бы не было у него. Он говорит. Ты сейчас что делал такое. Там воровалка. До дома не дойдешь. Он идет. Правда. Около дома спотнулся. Упал. Умер. К нему боялись подходить. Я прошу добро. И добро будет. Ребенок живой. Температуру Бог снял. Второй раз позвонили. И все. Почему никакого значения моя молитва не значит. Это перед Богом напоминает. Все в Божьих руках. Это все делает Господь. А чтобы Господь услышал. Дорогу. Стизю не надо загромождать своими словами. Своими делами плохими. Второе Петра 1.19. Переходим в Новый Завет. Внимательно слушайте. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Да коли не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Значит темнота, все, а дальше звезда в сердце. И она светит тебе путь. И все, что впереди было, сказано, как раз от сердца идет. Не вдаль дорогу. То есть события, которые у нас случаются, они сегодня где-то начинаются. А вот дети у меня такие там молиться не дают, включают там телевизор или что-то. А ты водила их в церковь? Да нет, ну вот плоды растут, другого нет. Жена изменяет. А где ты нашел? Ну там с площадки. Там и ищи ее. А у тебя где? А я говорю, ты с армией пришел, в церковь пошел. А там были сестры. Присмотрелся к одной, с родителем познакомился. Сегодня день, ну сейчас на работе я. Я пойду, я ее там найду. Почему? В Сретине, я знаю, где она находится. А я на работе. Мы должны услышать это Слово Божие. И написано, не только оно хорошее, лучшее, а какое превосходнейшее, честнейшее. Еще какое, он говорит, Слово Божие вернейшее. Вернейшее. Знаете, вот когда спрашивают, а как вы верите? Почему верите так? Живой Бог отвечает. И второе. Ни в одной книге мира нет пророчеств, которые исполнялись бы с точностью до одного дня. 70 лет высчитывают, высчитали Даниилову Седьмину, и пора выходить. И там уже ангелы между собой соревнуются. Выходить, не выходить. Книга Даниила. И мы должны быть верны этому Слову, которое есть. Я каждому говорю слова Яна Златоустова. Один вопрос. Ты считаешь Библию? Да Библия есть, да где-то там у бабушки за стенкой, да бабушка спит. Все воно-то лежат. А бабушку трогать нельзя, она спит. А что там написано? А там воля Божия написана. А конкретно? Заповеди, данные для жизни. Ты не считаешь его? Ну, Библии нет, не считаешь. А раз не считаешь, значит ты и не знаешь закон. Ну, не знаешь закон. На дороге, при каком свете. Ты же нарушишь. Ну, не знаю, ты и нарушаешь правила движения. Правила жизни не знаешь. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Святой Ян Златоуст. И вот отсюда давайте и говорить. В русском народе Слова Божия-то не было. Совсем не было. А вот что придет, попы установили свой авторитет. Это такое, литургия, пресчастье. Больше ничего нет. Совершенно нет. В 989 году крещение Руси. И через сколько лет? В 1876. Почти 900 лет. Перевод только библия совершился на русский язык. Это как понимать? Даже Слово Божие запечатанное. И не давали в руки. Нельзя. Кощенник ты. Как же ты можешь? И были законы приняты. Священник не имеет права проповедовать. Только епископ. А епископ, во-первых, во всех храмах он не бывает. А во-вторых, да и он такой же. Нам Бог позволил сегодня иметь вот эту свободу. Начинает ругать власти. Я не то, что там властью, все хорошо делает. Но давайте посмотрим. Давно ли было, когда Евангелие не достанешь? Мы за Евангелием ездили тысячи километров. Я знаю от Барнаула. Сообщили Евангелие в Санкт-Петербурге. Библия. Ну пока собирались, пока билет купил, прилетел. А нету, уже все. Снова вернулся. И только с третьей попытки Библия попала в руки. Я ни разу не летал. Собрались кому-то дарить вечером. А тот не приехал. И все вместе решили мне подарить Библию первую. Это Бог делает так. И я узнал пророчества. Пророчества до сегодняшних дней. Какие люди будут. Дети. Наглые. Напыщенные. Родителями покоривые. Начальник детского лагеря. 48 лет. Нагляделся на это дело. Из года в год хуже. Чем меньше Слово Божие проникает, тем темнее все. До корня взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Если это у нас не случилось, позаботьтесь. Я знаю, у нас есть некоторые еще Библию не просчитали. Тем более, она уже насчитанная. Его только слушай. Ефесянам 5.13. Апостол Павел. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Это отлично так как. Свет явный. Почему некоторые боятся? А у вас запись идет. А у вас вот здесь вот проповедь. Почему она не должна проповедь идти? Свет. И об этом заботились. Свет Слово Божие. Светильник на гемае. Свет стезема. И на нашем сайте эпиграм стоит этот. И 13 стих в этом же Псалме 118 говорится. Вымыслы человеческие ненавижу. А закон твой люблю. Вымыслы, которыми опутано все. Ребенок в школе день и ночью старается научить. То ли еще будет, как одна поет. Даже, говорит, Толстой не писал в свое время такие, что с ребенка сегодня спрашивают. А Слова Божия нету. А раз нету, ничего этого нету. Одна написала такое, как дочка попала в автокатастрофу, и врачи вынесли приговор, ей никак. Она мать призвала. Ты учила пяти танцевать. Я на рояле хорошо играю. Но теперь мне нужно умирать. Я на последние слова матери упрек. Ты не научила. Я не знаю, где Богу. Едва-едва прошептала и умерла. Пять и танцевать, на рояле играют. Все научили. Так как же нам жить-то с Богом? Утром не начинай, Златоуст говорит, ничего. Кроме молитвы и чтения Слова Божия. Измените распорядок. А во сколько? Да по-разному. Графика нету. Если вы спросите верующих, ну конкретно нас, мы скажем, всегда встаем. Во все праздники, во все выходные в 4.40. В 4.40. И к работе успеваем все сделать. Это уже так близко, что даже боимся, что нам все время звонят. Наказываем. Если вы встали, дайте нам звонок. А то мало ли еще, может мы засиделись да уснули. И далее считаем. Книга Ио 29.3. Пока брат открывает, скажу, считается самая древняя книга. По крайней мере, не позже бытия. Закон нигде не упоминается. Его нет. Ио 29.3. Когда светильник его светил над головой моею, и я при свете его ходил среди тьмы. Можем ли это сказать? Вот мы ходим, везде Слово Божие, и высоко светильник над головой моей. Куда? Не этот светит. Ну без этого и тот не прочитаешь. Но ведь это же сделал Господь. Это не тайна. У нас в Потеряевке так же все и Слово Божие. Я повторяю, сегодняшний митрополит, он первый пошел по стенам, вот так вот возле стены, и все считал. В одном месте не указано место Писания. Он сразу ко мне обратился. А это где такое написано? Я говорю, 15.6. Иеремия. Ты оставил меня, говорит Господь. Я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Какие ужасные слова. И это мы узнаем из Слова Божия. Когда оно уничтожалось. Сегодняшняя власть разрешает нам молиться. Мы открыто сюда приходим. Считаем Слово Божие. В интернете работаем. И просто на моем, допустим, канале 46 миллионов просмотров. Речь идет не о двух человеках. И сколько новых людей приходит. От которых я говорю. Говорят, это все новые и новые люди. Из сектантов. Стали православными. При вашей молитве, при помощи. Живое Слово. И каждый раз. Мужчина зашел один на неделю. А сам лежит. Что лежишь? Столько на вас. Слушал, смотрел. И хочу узнать. Подстава какая-то. Или есть такой человек. Встать не может. А посмотреть охота. Пока не умер, хоть посмотрю. А почему? А ничего нет. Слово Божие зазвучало. В православии, чтобы это трогать сильно сектантов. В православии живая вера начинается. От смерти в жизнь призывают. Этого никогда не видно было. Не видно было. А вот увидели. Я говорю, нужно искать где-то хорошее. Я-то Слово Божие получил из сектантов. Ну, православных. Вот Андрей Ткачев об этом говорит. Наши прихожане стали Библию считать. Наши прихожане узнали, что такое Рождество Христа. Жизнь вечная. И перечисляет все, что узнали. А в конце добавляет. И все это они узнали не от нас, попов. А когда ушли в сектанты. Миллионы потеряли. Он проповедь говорит. Сам священник. Трогательно. Страшно. Если бы показали, что не просто умер человек, а перед тобой лежит мертвый. Наверное, бы вздрогнул. И родственники наши, не познавшие Бога. Они будут на суде Божьем против нас свидетельствовать. А как? Говорить надо было прямо и открыто. Не бойтесь. Не бойтесь. Открыто. Написано. Делающий добро идет к свету, дабы явно дела его были. Он идет во свет священного писания. Говори мне, обличай меня, наставляй. Притча Соломона 6.23. Я специально в разных местах взял, чтобы увидеть. Вся Библия. 10 тысяч 351 раз призывают. Наверное, хватит. Я сидел в математике. Какой стих? Притча 6.23. Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательные поучения путь к жизни. Это знак пребуды и человек. Притчи-то Соломона мы можем просчитать. А то везде светильник, свет. Что светим здесь? Если нет Евангелия, это тьма одна. Мы стены все под светку сделали Словом Божиим. Везде. С улицы. Даже бывают люди нерасположены. Заходят. И сразу лежат. Он считает. А крест? Ну, дальше он и поймет. На кресте Христос распил. Но крест он ничего не говорит. Потому что это предмет. Надо, чтобы Слово Божие заговорило. Нашло отклик. И вы в это верите? Я не только верю. Я заплатил за это дорогую цену. Мне это дорого досталось все, чтобы верить, выстоять. И Бог мне позволил, я никого пока не знаю того, чтобы Бог так любил во мне то, что Он дал мне. Он послал меня в трудные, тесные места свидетельствовать. И пробудил интерес. Ну, сидишь когда в тюрьме, еще не осужденный, то тут тебе никаких свиданий, ничего могут не дать. И в то время начальник, полковник вызывает и начинает беседовать, задавать вопросы по Слову Божию. Ясно дело, что душа моя ликует. Второй раз, третий раз. И когда он ушел на пенсию, а я с женой все еще созванец, он родной мой, он по-другому не было. Умер по-христиански. Следователь, который вел дело, принял полное погружение. Почему? Живое Слово достиг, а он материалом считал, слушал, у меня там нету, а Господь его обращает. Если мы Слово Божие где-то запечатаем, закроем, закупорим, строго Бог будет взыскивать. Кто-то на неделе из наших попросил, у нас детская, кажется, Библия, что-то там дочка кому-то давала, вы прямо говорите, у нас еще эти Библии будут, выпросим, чтобы она начинала там благовествовать, где она бывает. И скажите, мы рады, что вы к нам обратились. Псалом 17, 29. Потом будет 18-й рядом. Псалтырь. Ты возжигаешь, светильник мой Господи, Бог мой просвещает тему мою. Если учится человек, заканчивает не одно высшее учебное заведение, а по сравнению с чем высшее это, по сравнению с Божественным ниже некуда, Слово Божие не преподают. И это в то время писал Давид, царь, 3000 лет назад. У него не было и Нового Завета, еще 1000 лет до Нового Завета. И он относил, к чему он относил, Слово, не к Псалтыре, который писал, он относил к закону Моисееву. К тому, как приносили жертву, и что Бог единый, и Он нас избрал. Еврейский народ, 2896 нации, а Бога избранные, только один. А от него тогда все, у Бога такой план был. И теперь от этого народа мы получаем Слово Божие. Ну, людям, а чем они лучше нас? Прислушаемся к еврею, к Павлу. Он говорит, быть иудеем преимущество во всех отношениях. О чем? Не знаю. А наипаще в том, что им верено Слово Божие. Вот тут я уже упящусь. Если бы не это, они не сохранили. А с тех времен, во всем мире, ничего нету, кроме глиняной дощечки. Кто кому должен был там, какой-то купец. Делали, раскопали их. А это до одной буквы сохранить. И как они увидели, как люди нечто добавляют, они тогда изъяли со всего мира все свитки до одного. И заново сверили. И поэтому говорить, что они умышленно исказили, это нет у тебя знания хорошего. Живое Слово в устах живых приносит живые плоды. И Псалом 18, 9. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Опять заповедь светла, просвещает. Говорит, как будто прожектор какой-то стоит или что. Обнаруживает вражеские самолеты за километры ввысь. Слово Божие говорит до конца нашей жизни, что есть. И что за гробом говорит. А мы тем более православные, имеем жития святых, каноны церкви, толкования. Богаще нас-то никого нету. Но в духовном плане беднее нас никого нету. Огромный сундук, золото макованный, заржавленный замок висит. И мы говорим, там у нас очень много хорошего. Ну да хоть что-то ты открой. Ты хоть что-то подержи в руках, просвети. Псалом 42.3 Пошли в свет твой и истину твою. Доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. Вот куда это Слово-то Божие ведет. Я дальше начинаю исследовать историю русскую. И вот Дмитрий Ростовский, чудотворец, который составил жития святых. Или придумал там уже, по-разному говорят, многое там и как бы не так. Но главное это, что мы узнали, что Слово Божие отсутствовало. И он свою ревизионную комиссию составил, видимо, поехал, стал разговаривать. Священники читать не умеют. А как же они? Ну на память, запоминали и все. Дети с попы бьются до крови друг с другом, там за место, все перечисляется. Да как же тогда жизнь? Он пришел у одного священника и спрашивает, у тебя, если кто-то заболеет, там сохраняются дары? Что? Я говорю, дары-то у тебя готовы? Он не знает, о чем спрашивает. И кто-то нашелся и говорит, запас. А, запас. Не тело Христово, не кровь Христово, запас. И этим словом, тогда тот священник-то и говорит, есть, есть, и показал этот гнуснейший сосуд, в котором это хранится. Это наша история. И нам-то никого судить-то вообще не надо и по совести, и по правде божественной. Кого мы можем научить? Кто понес Слово Божие? Вот эта неделя прошла. А сколько языком-то намолотили? Да сколько хорошего-то погубили? А вот я бы по-другому жил, как бы не теща. Ну, то есть теща главный враг страны, и из-за нее все страдают. А когда начало, как этот, обратился, артистов, пишет про себя. Я обратился через баптиста, стоял выпивший артист, заслуженный артист СССР, это высокое звание. Певец, и потом он будет петь у баптистов. Священник, с ним никто не разговаривал, а подошли какие-то... Он не опохмелился, еще два молодых человека пригласили на собрание. Но мне терять нечего, я приду. Он не на работе. Пришел, вызвали, покайтесь, кто верит. Он вышел и покаялся. Когда покаялся, он сразу вспомнил тещу, на кого бедет. Пришел, упал впереди, она поняла, артист снова что-то придумал. Главный враг. И когда она уже поверила в это, она сознание почти потеряла. Это кто же тебя так уходил-то? Господь. Он коснулся меня. Есть это в нашей жизни или нет? Мы испытали силу Слова Божия, Слово Твое, меч обоюдоострое. Молот, разбивающий скалу. Сегодня он не слышит. Но ты молись. Да он не хочет даже допускать до себя. Пусть не допускает. Слово Божие проникнет к нему. Есть один проповедник, самый старый в мире и самый доходчивый. Имя ему смерть. Его нигде не могут задержать. Он проникает, хоть тысяча охранников будет, оно придет. И на его глазах кто-то умер. И тогда его коснется это сердце. Доверимся Богу. Который напоминает нам, вот я еще называю цифру, 10351 раз. Так это еще не все. По другими глаголами мне пришлось все падежи брать Слово, нет Слова, Слову. И все падежи по всем падежам и потом слагать вместе. Увидеть, как Бог нас любит. Вот отойдите от меня, проклятый в огонь вечный. Кому это относится? Когда я прочитал слово Анапима, разобрал его, я везде стал говорить. Две, четыре раза в Библии говорится Анапима. И все против православных. Кто не любит Господа Иисуса? Марана Па, Анапима. Если кто будет говорить и то, что в Библии написано, в Галатам 1.8. Анапима, если ангел с неба сойдет, святые, а вы знаете, во что обошлось молчание? Жуткая картина. Сегодня спрашивают, а если бы, уже с моих материалов, а если бы монахи имели такое повеление, а не отдельно? Здорово, один, служащий Богу, не заботится о жене угодить. И в это время бы снарядили. У Пахомия только было, кажется, около четырех тысяч женщин. Ну, а бы молились, а мужчин 11 тысяч в монастыре. 11 тысяч благовестников. Так докуда бы они дошли? Вот здесь бывает, где-то проникли, где-то даже в Казани есть маленький район, только христианин пришел, среди татар, среди мусульман, а один район, христиане, из года в год, из века в век. А если бы это все пошли, 2 миллиарда-то мусульман были бы православными. Не забывайте про это. Мы виноваты перед всеми. Нам надо же вести себя очень тихо. Да будет, Господи, благословенный в нашей жизни. Отныне и в веки. Аминь.